Добрый день, уважаемые любители шахмат. Хочу поделиться с вами особой новостью. Наконец-то смог набить себе рейтинг на Чизкоме 2700, как вы видите. 2700, 3 текущий рейтинг. Соответственно, я не играл несколько, можно сказать, даже месяцев. Зашел один раз в марте, то есть у меня фактически после партии с Найджелом Шортом 8 декабря не было. Партии в основном я играл на Личесе, несколько партий на прошлой неделе сыграл. Ну, видите, что у меня сегодня, 28 марта, начальный рейтинг был 2659, и я на несколько партий поднял до рейтинга 2703. Ну, прежде чем перейти к этим партиям, хочу вам объяснить, зачем нужно разбирать ваши партии, сыгранные в интернете. Так, у меня была партия, ну, значит, с Коми, мы посмотрим партию, ну, давайте про Личес немножко. Была партия сыграна на Личесе. Ну, большой плюс Личеса заключается в том, что можно нажать, анализировать партию. Здесь вы можете увидеть очень быстро свои ошибки, благодаря хорошему встроенному движку. На Часкоми все намного сложнее, поэтому я предпочитаю играть Личес все-таки. Ну, на Личесе мне немного не хватает до рейтинга 2700. Итак, английское начало, крысиный вариант. Ну, почему крысиный? Ред Дефенс вы можете зайти и увидеть, что когда ставится пешка на Д6, это называется крысиным вариантом. Не я эту формулировку придумал. Соответственно, ну, и система Слон Е7. Дальше я играл много подобных партий. Мы захватываем центр. Белые очень часто не понимают стратегическую опасность данной позиции. Ну, и очередная партия, где это произошло. То есть, тут надо белыми играть уже достаточно аккуратно. Но они не проявляют аккуратность. И сейчас вы видите, что я могу идти ставить мат. Что, соответственно, я и делаю. И вот в этот момент, соответственно, я мог сразу сыграть Слон Ф3. Пропустил удар. Ну, да ладно. Тут я заметил, это уже хорошо, что Кунь Д5 угрожает. Слон Ф3, и мой соперник сыграл Ферзь Е5. И я не увидел следующий вариант, который дает движок. Ну, фактически, зачем нужен движок? Проверить партию этот вариант достаточно простой. Но я его не увидел во время партии. И после этого я ставлю мат. В результате партия закончилась в ничью. Потому что здесь я не нашел ничего большего, чем вечный шаг. Хотя, на самом деле, тут тоже можно было понять, что какой-то Ацуксванг у Беофф назревает, а мне нечем ходить. Ну, да ладно. И через несколько партий в тот же день у меня возникла следующая партия. Где я разыгрывал вариант Крисиной тоже против сицилианской защиты. Ну, то есть тут, конечно, еще все легче для белых, потому что лишний темп, это приятно. Ну, и многие эту расстановку, соответственно, не знают. Возможно, это слишком агрессивное, потому что тут можно Ферзь Б6, наверное, пойти. Но обычно люди в интернете так не играют. Ферзь Б6. И белые захватили центр, получили, что хотели. Ну, и, возможно, моя техника реализации такого большого перевеса не самая точная. Но сейчас вы увидите, какой я придумал замечательный маневр атакующий. Ферзь Е1 подпошел Ферзя в атаку. Силон Ф6 и Ферзь А4 перебрасываю. Мой соперник еще не понимает. Это, ну, я уже, когда играл, Вадя Ж3 увидел все до конца. Мой соперник ударил. Я сыграл Вадя Ж3. А6, и я пожертвовал Ферзя, он сдался. Ну, жаль, что, конечно, он не доиграл до конца, потому что мне надо было, конечно, досчитать. То, что у меня здесь вход КНЖ5, и дальше я играю КНЖ7. И черного одного темпа не хватило, чтобы Ферзя брать с поля Д7. Так что эти две комбинации абсолютно идентичны. И я ее увидел издалека, потому что я разбирал свои предыдущие партии. Ну, теперь давайте разберем несколько моих партий сегодняшних на Часкоме. Начнем с факапа дня, партию, которую я проиграл, соответственно. Но после дебюта у меня было выграно. В чем была проблема? Я ненавижу, когда вот в Часкоме она начинает вот так вот показывать. Мне больше нравится вот такой анализ. Но тут проблема заключается в том, что потом перепрыгивается обратно партию. Хотя я не хочу, чтобы анализировал. Итак, французская защита. Слон Д3. Есть такой очень редкий ход. В принципе, смысл этого хода заключается в том, что редкие позиции. Большинство людей не знают, как играть блиц. А тут КНД5. Это стандартная ошибка. Я много времени, правда, потратил, чтобы вспомнить, почему это ошибка. Ну, ошибка это потому, что КНД приходит на Б5. И тут я анализировал ход ФСС4. Соответственно. Мой соперник меня удивил этим ходом. И вот в блице я не разобрался. И ударил КНД4. На самом деле, здесь, возможно, Д5 еще сильнее, как показывает движок. Это сложно сказать. Ну, то есть... И я ударил КНД4. В принципе, КНДС7. Я думал, что у меня все-таки лишняя ладья. И у черных есть какая-то компенсация. Но ничего не должно случиться. И я пропустил вот что. То, что следует Е5. Я издалека не увидел, что, соответственно, Слон Б4 шаг будет. И, увы, партию дальше я проигрывал. Потому что у черных слишком много материалов. Так что бывает такое. Вы ловите соперника на какую-то теоретическую линию в ловушку. Но потом оказывается, что вы недостаточно хорошо проанализировали. Так. Ну, теперь рассмотрим, как я выиграл у международного мастера. Тоже крысиный вариант. Соответственно. В данном случае черные не очень хорошо. Разыграли его. У меня играют С3. С идея Д4. КНФ6 меняет планы. Теперь надо играть Д3. Ну и КНФ6. То есть тут расстановка следующая. Мы ставим Слон Е3. КНД2 и проводим Д4. Если черные играют Е5, то надо, наверное, бить ФЕ. Ну, это сложно сказать, что делать. В общем, очень часто черные не понимают проблемы своих позиций. Теперь Д4. Соответственно. И дальше белые хотят захватить еще больше пространства. То есть тут показывает какое-то равенство, что для меня достаточно удивительно. Ну, возможно, черные просто еще в решающем образом не ослабили позицию. Д5 это плохой ход. Ну, и амбициозный. С идея КНЕ4. Ну, я сразу понял, что надо сыграть. КНЖ5. И дальше ФЕ1. Я защищаю все. И мой соперник зачем-то ударил слона. Этого я не совсем понял. И затем ударил на Ж5. Это я совсем уже обрадовался. Ну, и дальше я делал очень напрашивающийся ход. Ладя Ф6. С идеей сдвоить Ладе. Я не уверен, что ему надо было играть А6. Ну, дальнейшая часть партии, по-моему, очень простая. Провяжу атаку пешкой. Он ничего не может сделать. Соответственно. Здесь он сдался. Так что Кресиный вариант, как видите, даже против международных мастеров работает. Дальше партию я выиграл у какого-то Гроссмейстера. Я его не знаю. Из США. Но играл я эту партию достаточно плохо. Но чтобы вы понимали, что в Лец не обязательно играть хорошо, чтобы выиграть на Чискоме у 2.800. Так, я, конечно же, перепутал хода. Потому что я разыграл Ферзевый Гамбит. Из-за этого я и не люблю Чиском, что он его так выбрасывает в какой-то момент. Я забыл, что тут надо сначала сыграть конь Б6. Хотя у меня эта позиция возникала в прошлом году против Гроссмейстера Садзиковский. И сделал рокировку. Это ошибка. Потому что после трех нулей сыграна А6. И у меня сейчас хуже. Потому что белые могут провести атаку пешками. Он подорвал С5 и сыграл С4. И вот здесь я удивился, конечно, что он ударил ЖАЖ. Вернее, Женеф вместо хода Ферзевый Гамбит. Ну, я зевнул пешку. Просто в один ход, фактически. Максимально испортил позицию. Эту партию, еще раз говорю, показываю вам, для того, чтобы вы понимали, что любой шахматист может плохо играть в блиц. Даже с большим перевесом Гроссмейстер мудряется это проиграть. Соответственно, здесь он просто зевает. Вадя бьет Е3. Причем он над этим ходом, я помню, думал достаточно долго. И для меня это было удивительно. Так, зевнул. С3. Зевнул. Стоп. Что это? Я вот тут Вадя Е2 не сыграл, да? Вадя Е2 сразу бы выигрывал. Не увидел. Ну, сложно. Блиц. Сколько у меня было времени, тоже сложно сказать. В общем, я увидел. Я перед этим всю партию проигрывал. Просто увидел, что получается подобная позиция. Я должен выиграть ее. Дальше, соответственно, рубка флага пошла. И уже неинтересная часть партии. Потому что, конечно, тут перевес. Но я рублю флаг. Это неинтересно. Ой, мой соперник зевает. Достаточно простой мат. На эту ловушку я играл. Вот так вот бывает. Теперь еще одна партия. Ну, я ее даже не буду на движок ставить. Потому что мастер Фиде играет защиту Немцовича. Вариант Земеша. И вы все эти ходы можете увидеть в моем видео теоретическом. Е4, конь Е8. Надо защищаться от хода слон Ж5. И тут Е5. Этот ход пользуется дурной славой. То есть надо играть либо ЕФ, либо слон Е3. Ну, Е5 плохо. Именно ввиду Д6. И нет хода Д5. Взяли, взяли слон бьет Д3. Взяли на Е5. В эту ловушку, кстати, Биоми когда-то попадался Магнус Карсен. Дальше Магнус Карсен черными выигрывал. По-моему, уверили партию в этом варианте. Ну и просто соперник через несколько ходов сдался. Его позиция развалилась. Еще он в З4 сыграл. Так что аккуратно. Ловушки они... Это не ловушка даже. Это просто плохое знание теории за белых. Так, дальше я выиграл у гроссмейстера Дмитрия Максимова. Из Днепропетровска. Ну, тут надо сказать, что мой соперник что-то наиграл. 45% точность. Это как-то слишком он творчески разыграл. Защита Каракан. Ну, вот эта линия за черной, как я говорю сейчас, самая прочная на вариант двух коней. Ферзь Е2. Им надо Ферзь А5 играть. Это более точный ход, чем Ферзь Д5. Потому что на Ферзь Д5 есть Ферзь А4. На Ферзь А5 нет. Мой соперник задумался, сыграл слон Д3. Ну, я не совсем понимаю. Хотя, видите, стокфиш на маленькой глубине пишет это первая линия. Надо понимать, конечно, что здесь надо ставить большую глубину всегда. Ну, ческом этим и плохо. Показывает очень плохой анализ. Видя слон Д3 выводит с первой линии. Ну, я это анализировал, конечно. Я знал, что тут конь А6 надо играть с идеей конь С5 или конь Б4. Рокировка. Я играл конь Б4. Свой анализ. Мой соперник сыграл слон С4. Этого я не понял. Ну, объективно, даже если я ударю на Д3, потом сыграю слон Ф5 и Е6, это равенство. Ну, тут он начинает рисковать, потому что пешка на С2 под боем. Я, конечно, сыграл Е6, нет смысла забирать эту пешку. Ну, сейчас, наверное, С3 и Д4 надо было белым играть, чтобы не получить хуже. Ну, вот, мне не совсем понятно. Вот, если я начну хода повторять, ничья или нет. Там пешка на Д3 идет. Сложно сказать. Видимо, поэтому конь С2 не работает. Сложно сказать. Но, правда, тут конь Д3 есть ход. Наверное, конь Д3 просто уравнивает, поэтому он так и не сыграл. Ну, ладно, он сыграл водя Е1, то есть надежды на конь С2. Ну, зачем мне бить эту опасную пешку? Я сделал длинную рокировку. Следующий ход совсем не удивил, что тут, наверное, водя Е5 надо уже было брать. Ему жертвовать качество. Наверное, недостаточная компенсация. Дальше он сыграл Д4. Моя позиция просто развалилась. Надо отметить, конечно, что дальше я допустил большую неточность. То есть, это все логичные хода до этого момента. Тут выигрывается, наверное, как угодно. Но я сыграл ФБ6 и дальше сыграл ФА6 с угрозой ФФ1. Белый не сыграли С1-C4. Соответственно, пропустили. Тут я мат в 6 ходов не увидел ФФ2. Но это, наверное, было бы слишком жестко для меня. Поэтому я просто все забрал. Остался с лишней водей. И мой соперник сдался. Потому что через пару ходов у него флаг висел. Так что странная победа. Но надо сказать, что, наверное, я был готов лучше в этом дебюте, чем мой соперник. Несмотря на то, что я знаю, я с ним много раз сыграл в интернете. Он постоянно играет в вариант двух коней против Каракана. Ну и партия, которая принесла мне, соответственно, рейтинг 2700+. Грессмейстер Саймон Вильямс. Объясню, почему я с ним так играл. Ну, этот грессмейстер, он чистый атакующий шахматист, как и все англичане. Ну, то есть он играет в Е5. Я знаю, что он хочет сделать. То есть он хочет на Фиолидора сыграть, соответственно, вариант вот этот вот. Дрокировка потом. Нет, ну, С6 это я зря, конечно, делаю ход. Ну, можно С6, наверное, начать. Ладно, обычно С1Е7, 006. Потом, вот этот Лев называется. С6, Верс С7, Конь Ф8, Ж5 и так далее. Ну, я знаю, он там записывал видео для ЧС Эйбла с этим курсом лекции. Поэтому, конечно же, я пью НТЕ. Зачем мне все эти мучения? Я иду в Эншпиль с атакующим шахматистом. И оказывается сразу, что после хода С1Е3 он не знаком даже с этим ходом. Хотя, этот ход сейчас самый, наверное, перспективный. Ну, объективно, наверное, черные делают равенство тут. Если сыграют. Там какая-то очень компьютерная линия была. Уже я даже не вспомнил. Что-то типа С1Е6 белый играет. Конь Ж5. Черные что-то играют. Типа, Король Е7. И как-то конь как-то попадал. Ну, в общем, идея хода С1Е3. Конь Д2, сыграть Ф3, конь С4. Так Магнус Карсон в том числе и играл. Ну, и, соответственно, на С6 следует. Я провожу свой план. Он Б5 играет. Очень антипозиционный ход. Ну, я вот здесь начал понимать, что у меня большие шансы победить в данной партии. Потому что черные уже создали себе кучу слабостей. Кстати, я не уверен, что гроссмейстер Саймон Вильямс знает, что такое слабость. Чистый тактик и позиционная игра. Наверное, они являются лучшим его коньком. Ну, у меня слон слабости у черных, как в испанской партии. Соответственно, эта позиция, думаю, что перспективная. Для меня, как видите, я переоценивал ее с точки зрения компьютерной игры. Наверное, уравниваю черные. Конь А4. Не, ну, такой ход близ, конечно, не делается. Ну, соответственно, я играю по-человечески. Он играет по-человечески. И здесь очень плохой ход слон Е6. То есть, конечно, хочет занять поле Д4. Но он дает возможность разменяться. И теперь симметричная, фактически, структура. Но у него слабая пешка С6. Я атакую эту слабость. Дальше, соответственно, я перевожу коня на более хорошее поле. То есть, по-моему, я играл с точки зрения того, что эта партия по 3 минуты очень четко. Теперь я ему создал вторую слабость. По принципу двух слабостей. Сейчас буду атаковать эту пешку на Ж6. Что? Решающая ошибка получается. Король на С7. Король Е7, чтобы защитить королем эту пешку. Соответственно, дальше играю Ф5. Ну, очень мелкая тактика. На Ж5 просто вилка следует. После чего пешка теряется. И, конечно же, у меня абсолютно выиграна позиция. Ну, учитывая то, что это был близ, я думаю, что очень техничная партия. В итоге я выиграл и набрал рейтинг 2.700. Ну, думаю, что это далеко не предел. Например, у моего ученика Владислава Сидорики 2.750 рейтинг. Был еще недавно. Так что, я думаю, что если я буду находить время и играть на данной игровой зоне, то мой рейтинг будет еще повышаться. Но, к сожалению, у меня нет на это много времени. Я в основном занимаюсь тренировочным процессом. Но, тем не менее, возможно, я найду какое-то время, когда-то. И попытаюсь поднять еще больше свой рейтинг. В планах на ближайшее время поднять рейтинг 2.700 на Лечеси. У меня был 2.690 с чем-то рейтинг. И чуть-чуть не хватало. На этом все. Спасибо за внимание. Изучайте ваши партии вблизи. Потому что благодаря этому можно совершенствоваться. И до новых встреч.